Заметки Электрика Здесь с клеммами ВАГА, сделанными в Китае. Оригинальные клеммы у меня заказаны у официального представителя ВАГА. А клеммы китайские, неоригинальные, были заказаны на известной площадке Алиэкспресс. На страницах своего сайта и в комментариях на ютубе я уже неоднократно говорил, что не сторонник применения клемм ВАГА в силовых цепях. Но тем не менее я их активно использую в цепях освещения, слаботочных цепях, в цепях различной автоматики, а также в качестве временных присоединений. Поэтому мне все же хочется узнать, а насколько китайские клеммы хуже или лучше оригинальных. В качестве подопытных я взял две оригинальные клеммы ВАГА 222 серии, производства Германии. То есть одна двойная клемма 222-412 и тройная 222-413. А вот и китайские клоны. Это клеммы РСТ. Это двойная 212 и тройная 213. Как видите, клеммы между собой похожи как две капли воды. Отличаются лишь отсутствием зеленой маркировки ВАГА. Согласно ГОСТ и ЭК 6947, клеммные колодки подвергаются механическим и электрическим испытаниям. Проводить клеммам механические испытания на вытяжение, на удар, на вибрацию и тому подобное, Ну а также разбирать их и смотреть состав и покрытие пружинной клеммы я не буду. Меня интересуют сугубо электрические испытания. Согласно ГОСТ 6947, пункт 8.4.1, перечень электрических испытаний включает в себя Испытания на электрическую прочность, испытания на падение напряжения на клемме, Испытания на превышение температуры, испытания на кратковременный выдерживаемый ток и другие испытания. Все перечислять не буду. Из перечисленного выше меня интересуют испытания на превышение температуры и испытания на кратковременно выдерживаемый ток. Вот и проведем нашим оригинальным и неоригинальным клеммам ВАГА данные испытания. Методика испытания клемм на превышение температуры подробно описана в ГОСТе ЕК 6947, пункт 845. Но скажу сразу, что я буду немного отклоняться от данной методики. Вот, например, чтобы приблизить условия испытаний к максимально близким к действительности, то все проверяемые клеммы я размещу в распределительной коробке. С помощью соединительного медного провода с сечением 4 квадратных миллиметра я подключил последовательно две оригинальные клеммы 1-2 и две китайские клеммы 1-2. Эти провода я вывел для источника тока. Размещу вот таким вот образом в распределительной коробке, потом закрою крышку. Ну а далее наведу через них ток 32 А до достижения установившейся температуры, которую буду контролировать с помощью своего тепловизора. Ну, далее вы увидите. Суть эксперимента здесь проста. Клеммы, которые нагреются больше других, естественно, что обладают большим переходным сопротивлением. А значит, имеют меньшее сечение токоведущей части, хуже качество применяемого материала у них, имеют меньшую силу прижимного контакта, то есть самого зажима и так далее. Ну и второе. Клемма не должна нагреться свыше положенных ей по паспорту 85 градусов. Вот, подключил к этим вводам источник тока. Напомню, что вверху у нас оригинальные клеммы немецкие, а внизу это у нас аналоги или неоригинальные китайские. Так, ну, как всегда, использую для своих экспериментов и не только RITOM21. Так, ну, поехали. Включаю источник. Вот у нас 32 А. Буду немножко его подстраивать. Так, давайте посмотрим температуру. Вот, как видите, в первые секунды у нас больше всего нагреваются провода, но не клеммы. Температура клеммы, вот видите, где-то около 30 градусов. А вот температура проводов уже под 60. Вот, закрыл крышку коробки и будем ждать. Так, прошло уже, да почти час уже прошел. Максимальная температура в коробке составляет 101 градус. Это греется у нас провода, где-то вот в районе китайских клемм. Так, сами клеммы оригинал 50 градусов. И причем соединительные провода тоже имеют температуру порядка 63, там, 58 градусов. Вторая клемма. Она чуть погорячей. 58, там, 60 градусов. И температура проводов где-то около 80 градусов. Идем к китайским клеммам. То есть сама клемма 64 градуса. 67. Но при этом провода имеют температуру около 90 градусов, а может и все 100. И вот эта клемма самая горячая у нас. Это 73, 75 градусов, а может и быть и больше. Но при этом провода у нас здесь нагреваются больше всех. Меня настораживает то, что все отходящие провода от оригинальных клемм не греются. С такой степенью, как греются провода, отходящие от китайских клемм. Это говорит о том, что у китайских клемм сила прижима проводника, скорее всего, слабее. И это доказывает то, что они обладают большим переходным сопротивлением. Что касаемо максимальной температуры клемм. По термограмме я посмотрю, до скольки нагрелась вот эта вот клемма тройная, китайская. Если температура у нее не превышает 80 градусов, 85 градусов, то в принципе она попадает в требуемый предел. Испытание клемм на кратковременно выдерживаемый ток. Кроме нормальных режимов работы потребителей, в цепи могут возникать и ненормальные, и аварийные режимы. А также пусковые режимы электрооборудования, которые сопровождаются большими токами. Соответственно, клеммы должны быть устойчивы к таким режимам. Не должно быть повреждений частей клемм, способных нарушить ее дальнейшую эксплуатацию. Методика проведения испытаний клемм на кратковременно выдерживаемый ток подробно описана в этом же госте. ЕЭК 60947, пункт 846. Для нашего эксперимента клеммы должны выдерживать ток 480 А в течение всего лишь 1 секунды. Ну я пошел дальше. Я сделаю 10 таких испытаний. То есть 10 раз по 1 секунде на каждую клемму током 500 А. Итак, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Так, ну, к сожалению, эксперимент пошел не по плану. Нужно было делать больше паузу. Я сделал в автомате 1 секунда через 3. Тем самым у меня провода нагрелись очень и очень сильно. Получилось где-то сделать, наверное, 5 замеров по 1 секунде. Тем не менее, вот видно, что клемма осталась живая. Можно сказать, что она испытания кратковременные. Таким током 500 А выдержала. Так и провода я не смог из нее вытащить. Ну, клемма живая. Динамику короткого замыкания, можно сказать, выдержала. Так, ну что, провода я сменил. Теперь у нас двойная клемма, вага. Паузу я сейчас сделал 10 секунд. Так, 500 А. Поехали. Держала. Саляция здорово нагревается. Итак, поехали. При токе 500 А провода у нас мгновенно нагреваются. И я, наверное, сделаю вот по одному, по два раза остальные клеммы. То есть, это вот два раза я проверил. В принципе, клемма держит динамику. На очереди у нас китайская клемма. Ток 500 А. Поехали. Одна секунда. Ну, вот видите, провода начинают плавиться. Кстати, к слову, в новостройках, где магистрали выполнены достаточным сечением, медными проводами, где трансформаторная подстанция имеет достаточно мощный трансформатор и находится недалеко от дома, токи короткого замыкания в квартире порой достигают 600-700, а то и 1000 А. Поэтому представьте себе, что в розетке у вас произошел ток, произошло короткое замыкание, и ток в цепи составил вот, ну, даже примерно 500 А. То есть, вы представьте, до какой температуры и с какой скоростью у вас нагреется вся проводка до места короткого замыкания. И кабель, и провода в распредкоробках, и в самой розетке. И если вдруг автомат не сработает по каким-либо причинам, то представляете, какие последствия могут быть. Ну, а мы идем далее. Провода немножко подостыли. И 500 А. Поехали. Не знаю. Вполне нормально. Так, поехали. 500 А. Китайская клемма. Так, ну и второй раз. Поехали. 483 А. 1 секунда. Ну что, можно на этом смело сказать, что и китайские, и оригинальные клеммы кратковременный ток величиной 500 А в течение одной секунды, причем не один раз, выдержали. Ну вот, как видите, эксперименты закончились. Все клеммы живы и невредимы. Ну, здесь вот произошел небольшой форс-мажор, но бывает. На основании этого эксперимента можно сделать вывод, что китайские клеммы ВАГа не особо и уступают немецким. Ну и, как говорится, сразу встречный вопрос. А зачем платить больше? Тем не менее, хочу высказать свое мнение по поводу, вообще, относительно применения клемм ВАГа. Если вы уж и хотите применять клеммы ВАГа, то рекомендую применять их исключительно в цепях освещения, например, или в цепях какой-нибудь автоматики, слаботочной цепи, то есть с маленькими токами, или, например, в качестве каких-нибудь временных подключений, присоединений и тому подобное. Применять клеммы ВАГа в силовых цепях я настоятельно не рекомендую. Для силовых цепей, там, розеточных линий, мощных каких-то электроприемников, я рекомендую использовать опрессовку или сварку. Ну, на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!